Это видео прислала нам жительница посёлка Радужный Ирина Сокиряка. По её словам, авария произошла вечером во втором доме по улице Юбилейной на чердаке. Она сама живёт на втором этаже и, чтобы их не залило, пришлось бегать по лестницам с тазиками. Ну вот нашёл причину. Это, получается, конец дома. Самое первое окно в сторону Армони. Торец дома. Тут стояк. Вот здесь вот ручей текёт. Мы заметили вообще то, что прислушались уже вечером, как бы спать собирались. Что-то по подоконникам, где-то какие-то звуки были. И стали прислушиваться и оказалось, что вода по подоконникам. Сын вышел на улицу, говорит, мама, из-под чердака вода бежит. А ночью произошли порывы, два порыва ещё в нежилых, правда. Одна жилая квартира, а другой полотенцесушителей. Потом я позвонила, когда слесарю по поводу полотенцесушителей, он сказал, а я вас не обслуживаю. У нас вот эта вот фраза, прям, знаете, без ножа режет. Мы вас не обслуживаем. Кать, ну какой тут хомут может быть, блин? Я говорю, дно банки оторвало. Разборный. С которой воздух, по-моему, стравливают или что делают. Опять же не слесарь. Варить или что, гасить надо её как-то. Что-то даже понять не могу сейчас с ней сделать, блин. Я позвонила опять в диспетчерскую службу. И вот приехали уже утром опять мастер. Ещё приехала и Рябинин, и отец с сыном. Они без проблем всё это устранили, без разговоров, без ничего. И мне их сама, конечно, жалко уже. Она в чердаке, а я даже не видела, кто её устранил. Потому что мы занимались черпанием воды. Всё вот это, чтобы не протекло. У нас, получается, по моему стояку, первый, второй этаж жилой. Верхние три этажа, они не жилые. И вот мы старались четвёртый, пятый этаж остановить воду, чтобы не протекло хотя бы ко мне вот тут. Ну, нам это удалось. И у меня там, конечно, маленькая истерика случилась. И как-то заживо свариться в собственной квартире мало приятного. Дома ты расслабленный, и на тебя вот ухнет кипяток. И от нас уже как от мухи назойливая, отворачиваются. И вот слесаря в прошлый раз, они говорят, мы уже вас ненавидим. Я говорю, мы-то здесь при чём? Потому что вы везде звоните, вы везде требуете. Я говорю, ну да, ну расселите. Вы потребуйте, чтобы нас быстро расселили, тогда вам будет счастье тоже. Вы думаете, мы рады от этого всего. Также они прислали видео, в котором показали, как устранили предыдущую аварию. Номинанты на премию «Ремонтники года. Чопик деревянный изобилий». Утечка устранена, и всё нормально. Мы связались с главой администрации Ольского муниципального округа. Он прокомментировал ситуацию. Дома аварийные, ни одна управляющая компания не хочет ими заниматься. Мы объявляем конкурс, и никто выходить не хочет. По ряду причин. Там большой процент неоплаты. Подавляющая большинство жителей этого посёлка, они проживают в других районах, в другом городе или в Оли, или в других вообще населённых фондах, но не там. Ждут просто расселения для того, чтобы потом получить где-то квартиру новую. А те 30 семей, которые там проживают, это одинокие в основном люди. Вот они там мучаются. Но у нас там постоянно есть бригада, мы по кнопке там работаем. Но если нету управляющей компании, значит, у нас кто-то должен обслуживать дом. Хотя бы в рамках аварийного обслуживания. И вот в рамках аварийного обслуживания мы за счёт бюджета, можно сказать, нашего районного. Эти предприятия, два предприятия у нас. Это маршалка Александр Анатольевич Ола, электротеплосеть. И это ещё одна компания, это Лебедева Валерия Валерьевича, наш региональный оператор. Спецтранс. Вот теми двумя компаниями мы обслуживаем посёлок, ну, будем говорить, бесплатно. То есть они обслуживают их, не получая за эти средства жителей. Но эти средства мы выделяем из бюджета, заключаем краткосрочные договора на случай аварийной ситуации. Вот таким образом мы ждём, когда наконец расселят, чтобы люди в хороших, нормальных, комфортных условиях проживали, не так, как сейчас. И у нас сразу проблема уйдёт. Вот у нас на обслуживание этого посёлка мы из районного бюджета, а также регионального бюджета в виде дотации на топливо тратим 49 миллионов рублей. Больше 30 человек проживающих, понимаете, да? И нам выгоднее, чтобы они их расселили наконец-то. И люди очень хотят расселиться. Я тоже всех понимаю, что это в более комфортных условиях жить, куда более комфортно, чем сейчас проживают. После первой аварии вопрос с Радужным взяла под свой контроль прокуратура. Второе происшествие также не осталось без внимания ведомства. 2 февраля текущего года в прокуратуру района поступила информация о коммунальной аварии в доме 2 по улице Юбилейной посёлка Радужный. А именно произошёл прорыв системы отопления, о чём проинформированы представители администрации округа. Ремонтные работы проведены в течение нескольких часов. Учитывая имеющиеся сведения о нарушении жилищных прав граждан, прокуратура района проводится проверка указанной ситуации. О развитии ситуации с учётом мер прокурорского реагирования мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анна Корнетова, Игорь Радченко. Специально для Кариба.